Посткрусинг – уникальный проект, в котором участники со всего мира отправляют друг другу подписанные открытки. Эти люди не знакомы друг с другом, а адреса получателей и вовсе получают рандомно. Открытку можно отправить как в Испанию, Китай, Сингапур, а получить ответную весточку из Канады, Нью-Йорка или Германии. Это увлечение, я бы сказал, очень многогранное, потому что объединяет не только любителей филокартии, то есть тех, кто собирает открытки, но любителей филотелии, просто тех, кто любит путешествовать и любит общаться. Общение, как правило, проходит на английском языке, но есть посткрусеры, которые пишут, например, что я готов общаться на немецком, датском, русском и другим языках. Очень много посткрусеров пишут, напишите, пожалуйста, пару слов на своем родном языке с транскрипцией, чтобы мы могли это прочитать. И сколько я, например, сколько не писал, людям очень нравится наш белорусский язык, они удивляются. Плюс нравятся также наши открытки, которые выпускает, например, Белпочта, плюс люди сами выпускают эти открытки и рассылают. В городе над Бугом белорусские посткрусеры уже третий раз организовали встречу. Собрались любители почтового искусства из Бреста и других уголков Беларуси. И такую встречу любители отправлять и получать открытки посвятили театральному фестивалю «Белая Вежа». Специально по этому поводу была выпущена оригинальная открытка, в основу которой легла иллюстрация брестской художницы. В необычной форме открытка отражает некоторые моменты фестиваля. Символы фестиваля – это, конечно же, близкий драматический театр, на сценах которого проходит большинство постановок «Белая Вежа» и стилизованная под башню амфитеатр – эмблема фестиваля. «Белая Вежа» – это международный театральный фестиваль, который, скажем, не только является визитной культурной карточкой города Бреста, но и всей Беларуси. Поэтому нам, как посткроссерам, будет очень приятно, что об этом мероприятии узнают больше людей и кто знает, куда, в чей почтовый ящик попадет эта открытка. Может, она упадет тому, кто в будущем привезет очень интересный спектакль и покажет на одном из фестивалей «Белая Вежа». Почтовая лавка Брестского главпочтам порадушно приняла в своих стенах любителей почтовых открыток, а те, в свою очередь, не задумываясь, взяли с собой атрибуты своего хобби – открытки, конверты, ручки, печати, марки, наклейки, чтобы незамедлительно отправить послание единомышленникам по Беларуси и за рубеж. Удалось найти обратную связь и периодически высылаем друг другу открытки. Ну, конечно, когда друзей слишком много, это более сложно сделать, но несколько друзей по переписке есть, и периодически я что-то от них получаю, ну и что-то им отправляю по возможности. Мне нравится выбирать именно открытку по желанию попавшего мне случайного пользователя. То есть я максимально стараюсь подобрать по его желаниям изображение или наклеить какие-то марки красивые, которые человек ждет, которые бы ему понравились. Для Татьяны Лемешевской посткроссинг – ключ в мир путешествий, туда, где трудно побывать. Ее стаж в посткроссинге – 11 лет. 2200 открыток она отправила в разные точки мира и столько же получила в ответ. Женщина признается – со дня регистрации на сайте посткроссинга свое увлечение не бросала ни разу. Открытки мне нравятся с детства. Я собирала, и папа сохранил мою детскую коллекцию. Можно сказать, что я продолжаю. Так получилось, что в Бресте именно на встрече я первый раз. Тут, можно сказать, такая обстановка дружеская, что даже уже знакомиться ни с кем не пришлось. Всех давным-давно знаешь и общаешься в интернете. Во время таких встреч посткроссеры делятся впечатлениями с такими же любителями ручного письма из других городов. Ведь это международный проект, и присоединиться к нему может любой желающий. Субтитры создавал DimaTorzok